Это Honda Civic SI 1991 года, и это горячий хэтчбэк из другой эпохи. У этой машины только 108 лошадиных сил, так что это далеко не Ford Focus RS, но это все равно прикольная машина, нацеленная на автолюбителей. Практически невозможно найти такую в хорошем состоянии, но именно это я и сделала, и сегодня я буду обозревать этот Civic SI. Перед тем, как я начну, непременно зацените Casting Beats. Это мой новый онлайн-авто-аукцион с аукционами в реальном времени по продаже крутых машин современной эпохи для автолюбителей. Все, начиная с 80-х годов выпуска, прямо сейчас у нас на сайте есть это на аукционе в реальном времени, а еще это, она очень крутая, а еще вот это, и еще множество других машин. Так что, если вы хотите продать или купить крутую машину современной эпохи, Casting Beats лучшее место для этого. Я одолжил этот SI у зрителей здесь, в округе Сан-Диего, и я начну с его краткой истории. Откуда именно появились горячие хэтчбэки? Немного спорный вопрос, но большинство считают, что это началось в середине-конца 70-х с первого Volkswagen GTI. Хонда присоединились к веселью горячих хэтчбэков в начале 80-х с первым Civic SI, у которого была 91 лошадиная сила. Это не сильно много, но опять же, у первого GTI было лишь чуть более 100 лошадей. Четвертое поколение Хонды Civic дебютировало для 1988 модельного года, это означало появление новой версии SI. И это была она. Автолюбители называют его EF, поколением хэтчбэка Civic. И SI, безусловно, был королем по ходовым качествам в линейке. Возможно, 108 лошадиных сил это не так уж и много, но эта машина весила всего лишь 1040 килограммов. Для сравнения, новый Civic весит 1360 килограммов. С годами было добавлено множество оборудования, включая люксовые функции и функции безопасности, и новые технологии. Но в данной машине ничего этого не было. Это чрезвычайно простой хэтчбэк, только с самыми необходимыми вещами, и у базовой версии этой машины было лишь 92 лошадиные силы. Так что 108 было подарком. SI также получил несколько других улучшений в сравнении с базовым Civic, который я вам покажу, но их было немного. Одним из них был тахометр. К сожалению, Civic SI для рынка США был не таким мощным, как тот, что продавался в Японии, у которого было вплоть до 130 лошадиных сил. Но эта машина все равно была довольно крутой, и сегодня я ее заценю. Невероятно редкий, хорошо сохранившийся экземпляр хэтчбэка Civic SI и F. Сперва я проведу для вас обзор этой машины и покажу вам все ее интересные фишки и особенности. Затем я выкачу ее на дорогу и буду водить, а потом я оценю ее по шкале DAG'а. Ладно, я начну рассказ про фишки и особенности Civic SI с посадки внутрь и открытия двери. Странно здесь то, что ремень безопасности установлен на двери. И это не одна из таких электронных систем, которые оснащались некоторые машины в ту эпоху. Это просто обычный ремень, но они разместили его на двери, а не на зафиксированной точке на самой машине. Это очень необычно, определенно не так часто такое увидишь, и это кажется довольно небезопасным, если вы попали в аварию и дверь распахнулась или ее оторвало, и это нелепо. Но все равно это просто так странно видеть ремень безопасности полностью установленным на двери. Причина, почему они так сделали, в том, что дверь огромная относительно размера этой машины, чтобы задним пассажирам было легче сесть внутрь, и поэтому если бы они установили ремень дальше сзади, вы бы просто не смогли до него дотянуться, так что вместо этого они разместили его на двери. Какое странное место для него. Одним забавным результатом этой ситуации с ремнем на двери стало то, что световой индикатор в приборной панели, сообщающий, что ремень не пристегнут, тот же, что и индикатор, сообщающий, что дверь открыта. Потому что, я полагаю, они посчитали, что если дверь открыта, то ремень, по сути, должен быть не пристегнут. Так почему бы не совместить это в один световой индикатор? 30 лет назад для Хонды главным была простота, и я думаю, это забавно, этот старый комбинированный световой индикатор для двери ремня. И далее, говоря о ремнях безопасности и самих сидениях, водительское сидение в этой машине было заменено. Это практически единственная неоригинальная вещь во всем этом автомобиле. Но вот пассажирское сидение оригинальное. Вот так выглядело сидение в Civic Si. У него было более спортивное сидение с более выраженной боковой поддержкой, чем у обычного Civic. Чтобы удерживать вас на месте, когда вы проходили эти крутые повороты со своими 108 лошадиными силами. Если вы хотите узнать название цвета этого сидения и салона в целом, ну достаточно взглянуть на пассажирский дверной проем, где есть наклейка, на которой конкретно написано «не совсем черный», сообщающая вам, как именно Хонда назвали цвет вашего салона. Представьте, что в современных машинах приклеили такую наклейку с цветом салона. Такое ни за что не пройдет, это будет выглядеть совершенно непрофессионально, но тогда, ну, цвет вашего салона был на наклейке в дверном проеме. Вот просто они так делали. Но я немного забегаю вперед, я хочу вернуться к дверной панели. На ней есть еще несколько фишек, стоящих упоминания. Во-первых, в этой машине зеркала регулируются вручную. Что неудивительно, здесь есть этот небольшой рычаг, выходящее зеркало, вы просто его двигаете, чтобы расположить зеркало именно так, как вам нужно. В этой машине также ручные стеклоподъемники, и вы его крутите, и так опускается и поднимается окно. Довольно обычное дело для машин той эпохи, особенно для таких легких простых хэтчбеков, как этот. Однако причина, по которой я это упоминаю, в том, что эта машина оснащена электролюком. Это маленькая кнопка слева от рулевого колеса. Ее можно нажать, и люк автоматически открывается. Или, конечно, если ее нажать в другую сторону, то люк автоматически закрывается при помощи электроники. Так что здесь электролюк. Вы, вероятно, поняли, почему мне это кажется странным. У этой машины ручные стеклоподъемники, но электролюк. Конечно, можно подумать, что должно быть наоборот, вы пользуетесь окнами гораздо чаще, чем люком. Так что можно подумать, что вам понадобятся электростеклоподъемники и механический люк. Но они так не сделали. Какое странное решение? И также здесь поблизости находятся безумно простые солнцезащитные козырьки. С водительской стороны это просто козырек. Опускаете его, вот все, что там есть, вот все, что вы получите. С пассажирской стороны опускаете его, и у вас есть зеркало, но там нет светильника. А у водителя вообще нет зеркала. Это был козырек и ничего более. И действительно, эта простота козырьков относится практически ко всему в этом салоне. Ничто не является чем-то большим, чем должно быть. Осматривайте этот салон, и как видите, все простое и элементарное. Здесь нигде нет никаких лишних линий или стиля, или дизайна. В этой машине есть только все самое необходимое, все, что вам требовалось. И буквально ничего более. Это была очень простая машина, но только заряженная версия очень простой машины. И вы можете заметить, что в середине в этой машине все еще осталась оригинальная магнитола, что очень-очень впечатляюще. В течение 90-х все заменяли головные устройства, это было распространенное явление, но владелец этой машины оставил эту магнитолу. И как видите, они назвали ее «Хонда 1000», чтобы действительно дать вам понять, какая она была замечательная. Вы получали кассетный магнитофон и шесть пресетов в «Хонде 1000». Неплохо. Над магнитолой находится климат-контроле, опять же, он очень простой. Все, что вам нужно, крутилка и несколько рычагов. Хотя в климат-контроле есть одна интересная вещь. Здесь есть отдельный орган управления для водителя, позволяющий запустить свежий воздух снаружи только через водительское вентотверстие. Слева от рулевого колеса есть этот маленький рычаг, который управляет поступлением свежего воздуха только через вентотверстие с водительской стороны. Все остальные вентотверстия управляются вот этим рычагом в центре. Но почему-то это не относится к тому, что с водительской стороны у него есть отдельный рычаг. Возможно, это единственная излишняя вещь во всей этой машине. И далее другая простая вещь. Тут внутри в центре находятся часы, которые выглядят, как все часы в японских машинах 90-х. Что мне нравится, это настройка часов. Если вы хотите настроить часы, тут нет никакого меню или кнопки на ручке поворотников, с которой придется разбираться. Вместо этого вы просто опускаете эту маленькую дверцу рядом с часами, и вот кнопки, чтобы их подвести. Но они за этой дверцей, чтобы вы случайно их не подвели. Здесь есть маленькая дверца для кнопок подведения часов. Довольно хорошо продумано. А еще в этой машине простые дверные замки. Как видите, когда они открыты, они красные, с маленькой стрелкой, сообщающей, в какую сторону их нажимать, чтобы запереть. И когда вы его нажимаете в эту сторону, на нем написано «заперто», чтобы вы понимали, что он заперт. Они выглядят далеко не лучшим образом, с яркой красной меткой и словом «заперто» напечатанным там, но они очень функциональны, и это главное. Еще одна примечательная вещь тут внутри, как видите, стояночный тормоз в центре. И по обе стороны от него здесь есть гигантские красные наклейки с предупреждением, на которых написано «аварийное отстегивание ремней безопасности, расположено на замке». Да, они имели в виду кнопку «нажать», мы уже это знаем, вам было необязательно нам об этом сообщать «Honda». И даже если они имели в виду что-то другое, мы что, во время аварии и пожара будем читать это, а потом пытаться понять, что они имели в виду? Это просто такое странное место для ярко-красной наклейки с предупреждением, но они разместили ее как с водительской, так и с пассажирской стороны. И далее мы переходим к заднему ряду Civic Si, и посадка сюда, на удивление, простая. Когда вы сдвигаете передние сиденья вперед, открывается большой проем. Здесь просто не так много стойки или боковой зоны деформации, с которой вам придется иметь дело. Поэтому сесть назад довольно легко, даже к кому-то довольно высокому, как я. Как вы могли ожидать, задний ряд тоже весьма элементарный и простой. Что неудивительно, учитывая то, что мы только что видели спереди, но он необычно элементарный и простой по современным меркам. Например, тут сзади нет подголовников, и они не были убраны, они изначально не существовали. Вся эта ситуация с холостовыми травами мишей еще не была полностью осмыслена к моменту появления этой машины. Задние подголовники считались не особо обязательными. Но помимо отсутствия подголовников, тут сзади еще есть о чем поговорить. Например, тут есть маленький карман справа заднего ряда с пассажирской стороны, куда вы можете класть вещи. Я упоминаю это в качестве интересной вещи, поскольку слева кармана нет с водительской стороны. Они разместили его только с правой. Только одному заднему пассажиру нужно хранить вещи сзади Civic SI. Но моя самая любимая вещь тут сзади, безусловно, окна. По современным меркам эти задние окна просто огромные. Здоровенные штуки. Без всяких боковых усилителей или боковых подушек безопасности, которые должны здесь размещаться, эти окна действительно могут быть огромными. И поэтому обзорность тут сзади невероятная. Вам кажется, будто вы практически в открытом автомобиле. Это невероятно, какие эти окна большие. Я уже забыл, какими большими были окна в машинах конца 80-х, начала 90-х. Вам видно все. Другая интересная вещь в этих окнах, что они открываются. Они не опускаются, это было бы невозможно, поскольку там находится колесо, но они все же открываются наружу всего на несколько сантиметров. Вы можете их выдавить и немного проветрить салон. Однако странно, что защелка этих окон находится в самой задней части салона за багажным отсеком, так что если вы сидите на задних местах, вы почти не можете дотянуться до защелки, чтобы открыть задние окна. Вам нужно делать это через багажный отсек перед тем, как вы поедете. Это уморительно, но по крайней мере они хоть немного открываются. Для пассажиров заднего ряда был предусмотрен хоть какой-то комфорт. И далее мы переходим к задней части Civic Si, где есть несколько фишек, стоящих упоминания. Но перед этим, во-первых, опять же, просто взгляните, сколько здесь стекла. Вы можете увидеть это с вашего ракурса. В этой машине просто так много обзорности, вам так много видно. Это очень впечатляюще, особенно по современным меркам, с поднимающимися линиями окон, из-за которых из машины гораздо хуже видно. Но в любом случае переходим к задку Civic Si. Одна вещь, которую вы заметите сразу же тут сзади, вот эта световая полоса, которая идет вдоль всего задка. Центральная часть не загорается, она там только для красоты, но здесь все же есть большая световая полоса, идущая вдоль машины. А это была очень модная тенденция в конце 80-х и начале 90-х. И это становится очень модной тенденцией. Снова напоминает, что все циклично. Но в любом случае, вы хотите попасть в багажный отсек хэчбэга Civic, и тут сзади есть маленькая замочная скважина, не по центру, просто торчит на виду. Размещена не особо продуманно, но она там есть. Это была Honda в конце 80-х, начале 90-х. Ей было не обязательно хорошо выглядеть, ей нужно было только быть функциональной и работать. И впрямь она это и делает. В любом случае, вставляете ключ, поворачиваете, вот она отбирается, и вы можете открыть заднюю дверь и попасть назад вашего Civic SI. В любом случае, когда вы тут сзади, вы увидите несколько интересных вещей. Одна это полка багажника, которая очевидно защищает от посторонних глаз ваши вещи, которые тут лежат, когда вы припарковали машину и ушли. Одна крутая вещь в ней, что она складывается пополам, так что вы можете положить внутрь вещи и разложить ее обратно, чтобы их закрыть. Умное маленькое решение Honda Civic SI. Другие интересные вещи тут сзади. Во-первых, здесь есть светильник, но он не включается автоматически, когда вы открываете заднюю дверь. Вместо этого здесь есть маленький переключатель, которым вы должны его включать, поэтому если на улице темно и вы хотите что-то достать из вашего багажного отсека, вы его раскрываете, включаете светильник, как бы вы это сделали в своем подвале, и тогда вы можете это найти. Далее другая примечательная вещь тут сзади. Под полом, как видите, в этой машине ей самая жалкая в мире запаска. Невероятно малюсенькая, но, конечно, это все, что ей требовалось. Это была совсем не огромная машина с не очень большими обычными шинами. Одна вещь, особенно стоящая упоминание, что тут сзади не так уж и много места. Это не особенно большой багажный отсек и не особо практичное место для больших предметов. Вы, конечно, можете сложить задние сидения, что помогает, но тут сзади за сидениями не так уж и много места. Это потому, что эта машина не особо большая. Я сказал вам ранее, что они весят лишь 1040 килограммов, и в плане длины она приблизительно как мини-купер наших дней. Гораздо короче, чем актуальная Honda Civic. Но вот так они выглядели тогда. Вместе с тем, тут сзади все же есть немного дополнительного места для вещей. Тут есть маленький кармашек рядом с полкой багажника, куда вы можете класть вещи. Только зачем вам может понадобиться что-то туда класть? Это будет болтаться, когда вы едете и вылетит оттуда. Но он существует. И в отличие от заднего ряда, он существует и с другой стороны тоже. Так что у вас есть два крайне неглубоких кармашка сзади. На случай, если они вам зачем-то понадобятся. И далее мы перемещаемся вперед под капот. И первое, что вы заметите, когда его откроете, вот эта наклейка на самом видном месте, гордо сообщающее, что эта машина была собрана Honda of Canada Manufacturing Incorporated. Все верно, этот автомобиль, который появился в самый расцвет первых японских машин, был собран в Канаде. Верите или нет? Honda уже к тому времени собирались в Канаде, но канадцы явно поработали с ней на совесть, поскольку она до сих пор на ходу. И, конечно, другая важная вещь под капотом сам двигатель. Civic Si оснащался четырехцилиндровым двигателем объемом 1,6 литров, в отличие от жалкого полуторалитрового двигателя в других Civic тех дней. Ранее я упомянул, что у базовой модели Civic той эпохи было где-то 90 лошадиных сил. Это было не совсем так, была базовая, базовая модель Civic мощностью 75 лошадиных сил, но ее практически никто не покупал. Большинство приобретало версию мощностью 90 лошадиных сил, или, если вы хотели мощности, вы поднимались до Civic Si мощностью 108 лошадиных сил. 108 небольшой, показатель, особенно по сегодняшним меркам, и это сильно отличается от актуального Civic Si мощностью 205 лошадиных сил. Но это было хоть что-то. Это было самое начало заряженного Civic. Кстати, еще одна вещь, которая мне тут нравится, вот эта большая наклейка, на которой написано PGMFI. И она заставляет вас думать, что это какая-то особенная новая технология, которую они добавили в этот двигатель, чтобы сделать его намного лучше. Но потом вы смотрите, на самом деле это значит программируемый впрыск топлива. В этом нет вообще ничего особенного, они просто придумали ему странный акроним, чтобы он казался особенным. Хорошая работа. Помимо двигателя, я хочу обсудить некоторые другие улучшения, которыми обладал Civic Si по сравнению со стандартным Civic. Ранее я упомянул тахометр, это было одно из преимуществ, которые вы получали, когда приобретали Si. Еще вы получали часы в салоне. Те, что я показал вам ранее, это была опция в обычном Civic, но Si оснащался им штатно. То же самое с зеркалом с пассажирской стороны. В те времена его наличие не требовалось государством, оно было опцией в этом поколении Civic, но оно шло в штатной комплектации Si. Заряженной машине нужно два внешних зеркала. Другие улучшения были более ориентированными на спорт, чем эти. Одно более крупные диски. И это как раз такие диски. У большинства моделей Si были колпаки сверху этих стальных дисков, но под ними были стальные диски. 14-дюймовые диски, больше чем у стандартного Civic. Шины 185-й ширины. Это кажется довольно смешным по современным меркам, но вот такое было время, честно говоря. Что касается других улучшений, у моделей Civic Si также были передние и задние стабилизаторы, поперечные устойчивости, чтобы немного улучшить управляемость и немного уменьшить крены. У них были эти сиденья, как я показал вам ранее. Эти немного более оплатывающие спортивные сиденья с выраженной боковой поддержкой, чтобы удерживать вас на месте, пока вы пролетали повороты с вашими 108 лошадиными силами. Итак, это фишки и особенности Honda Civic Si 1991 года. Теперь пора выкатить его на дорогу и выяснить, как он едет. Ладно, веду Civic Si. Стоит заметить одну вещь. У Civic Si еще был более крупный выхлоп по сравнению со стандартным. В этом выхлоп был заменен, поэтому я вам его не показал. Но это было еще одно преимущество по сравнению с обычной моделью. Одна особенная вещь в этой машине, у нее нет усилителя руля. Ручное рулевое управление. Часто это очень раздражает, поскольку рулежка может стать очень тугой и хлопотной. Но в случае этой машины она весит лишь 1040 килограммов. Это не так уж и сложно, и, конечно, это позволяет гораздо лучше чувствовать дорогу, чем в машинах с усилителем. Ну... Она не быстрая, это уж точно. Определенно не кажется быстрой машиной. Но главное в этой машине то, что делает ее крутой. Что она кажется прикольной машиной. Очень маленький крен, потому что здесь не так уж и много кузова, чтобы крениться. И невероятная прямота рулежки, которая сейчас просто даже недоступна в современных машинах. Она такая маленькая, она с ручным рулевым управлением, и она такая легкая. Просто чувствуешь такую связь с этой машиной. Этот термин, знаете, похоже на карт. Такой избитый, но эта машина в некоторой степени обладает этим ощущением, потому что она именно такого размера и такого уровня маневренности. Естественно, вы хотите услышать историю о происхождении этой машины. Нынешний владелец второй, он купил ее у первого, который купил ее новый в девяносто первом. Много лет ей владел, проехал на ней 285 тысяч километров. Это самая хорошая машина с пробегом 285 тысяч в мире. А потом наступил момент, когда машина стала слишком старой. Он больше не мог ей пользоваться, и нынешний владелец ее нашел. Это был его друг семьи, и он ее у него купил. Естественно, существует так мало таких машин в таком состоянии, что он понимает ее особенность. И я умолял его, пожалуйста, оставь ее в заводском виде, не модифицируя ее, как это делали все остальные в 90-х. Потому что тогда они были очень популярными машинами для тюнинга, и люди их модифицировали, и участвовали на них в уличных гонках, меняли на них двигатели. И это было весело и все такое, но теперь их практически не осталось, за исключением вот этой. Эта машина оснащена пятискоростной механической коробкой, что меня довольно-таки удивило, учитывая, какого она раннего года выпуска. Но владелец сказал мне, что у базовых Civic в того времени была четырехскоростная, но у SI была пятискоростная. На самом деле я обожаю эту машину, потому что она такая простая и такая элементарная, и выражает суть того, каким должен быть горячий хэтчбэк. Я обожаю Focus RS и Golf R. Это замечательная машина, и это очень достойные сбалансированные автомобили, но они явно утратили суть первоначального горячего хэтчбэка. Так вот, если вы сейчас делаете такую машину, никто ее не купит. Никто не захочет машину без функции, весом 1040 килограммов. Даже автолюбители, которые говорят, что хотят. Если дать им такую в действительности, они не захотят сами накручивать окна. Они не захотят ездить без кондиционера и усилителя руля. Но все же круто, по крайней мере, еще раз на это взглянуть и понять, каково это было, с чего это началось, и понять, как ощущается машина весом 1040 килограммов, когда закидываешь ее в поворот и управляешь ей. Вот это классно, и это приятно. Самая похожая тачка на эту машину в наши дни, это Fiesta ST, и она подобралась относительно близко, но это поразительно, насколько иначе она до сих пор ощущается. Эта машина просто настолько проще и элементарнее, и связаннее с дорогой, и ты просто чувствуешь, что это такой изначальный простой горячий хэтчбэк, и мне очень-очень нравится этот ее аспект. Эта машина просто прикольная, хоть она и не самая быстрая на свете. Итак, это Honda Civic SI 1991 года. Это не самая быстрая машина и не самая хорошо оснащенная машина. Фактически это своего рода их противоположность. Но она все же очень крутая, и она дает нам некоторое представление о том, с чего начинались заряженные хэтчбэки Хонды. Все последующие, вплоть до сегодняшнего Civic Type R. Это старший брат их всех. Это потрясающе найти эту машину в таком состоянии. И было здорово провести с ней день. А теперь пора оценить этот Civic SI по шкале Дага. Начиная с выходных категории стайлинга, Civic SI в порядке. Ни разу не красивый. У него был очень функциональный дизайн, и он получает 4 из 10. Ускорение разгон с 0 до 100, до 7,5 секунд, что дает ему 1 из 10. Хотя, я клянусь, он кажется быстрее. Управляемость достаточно острая, но учитывая маленькие шины и передний привод, это совсем не спортивная машина, и он получает 4 из 10. Фактор веселья достойный. Эта машина кажется шустрая и маневрена и захватывающей, и она получает 4 из 10. Фактор крутости выше. Найти одну из таких хороших состояний, это полное безумие, и я бы психанул, если бы ее увидел. Она получает 6 из 10, доводя итоговую выходную оценку до 19 из 50. Далее, повседневные категории функций. В этой машине есть только необходимые, и она получает 2 из 10. Комфорт нормальный, она не особенно комфортная или мягкая, и получает 4 из 10. Качество в порядке, они славятся долгосрочной надежностью, но они далеко не прекрасные или роскошные. В качестве компромисса она получает 6 из 10. Практичность тоже производит немного смешанное впечатление. У них хорошее багажное пространство для их размера, но это маленькие машины с маленькими задними местами, она получает 6 из 10. Наконец, стоимость. Это прикольная, надежная Хонда, которая должна быть дешевой, но цены растут. Похоже, раскрыт секрет хорошо сохранившихся старых Хонд, и они становятся дороже. Я подозреваю, что на данный момент они приближаются к стоимости в 10 тысяч долларов, или скоро будут так стоить. Это дает ей 6 из 10, что доводит итоговую повседневную оценку до 24 из 50. Складываю вместе оценка по шкале DAG 43 и 100, что ставит ее сюда в сравнении с некоторыми относительно схожими машинами. Я не обозревал никаких прямых соперников Civic SI, но я в восторге, что мне выпал шанс сделать обзор на эту машину. Уже абсолютно невозможно найти их в таком состоянии, это потрясающий опыт. Неудивительно, что эти старые Хонды становятся дороже. Перевод и озвучка от студии ExoSphere.